Спрос за ситуацию в Минске будет не только с председателя горсполкома и уполномоченного по городу герою Минску, а также помощника, но прежде всего с вас. Вы люди, которые находитесь на передовой, на фронте, лицом к лицу, не с врагом, а с нашими минчанами. Они также хотят зарабатывать, свою семью содержать и растить детей. То есть элементарные вопросы жителей Минска, их решения лягут на ваши плечи. Минск должен задержаться в идеальном порядке. Мы получили очень хороший имидж столицы. Здесь не только минчане, но и приезжие хорошо отзываются о Минске, говорят о том, что приятно побывать в столице Беларуси. Чистый, ухоженный, убранный, все необходимое для жизни есть, но на этом останавливаться нельзя. Но еще раз подчеркиваю, у нас и 75-летие освобождения Беларуси. Это еще более важное мероприятие, нежели все остальные вместе взятые. Но и просто Минск нужно сделать удобным, хорошим городом для проживания людей. Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Никакие рассуждения о рынке, о том, что он отрегулирует все, о том, что рыночная экономика – это спасение для нас и так далее и тому подобное. Все это хорошо, я это не отрицаю, но дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Чтобы не было подобных разборок, как это произошло недавно на Могилевшем. По Минску мы определились. Для того, чтобы содержать в Минске в чистоте и порядке, денег в бюджете нет. Запомните, это не бюджетное средство. Это работа ваша с лопатой граблями и метлой. Это работа ваших подчиненных, это работа трудовых коллективов и всех тех, кто перемещается по улицам и сидит в парке. И люди на это отзовутся, они готовы поработать хоть каждую субботу, но им надо предложить, показать, сказать, что делать. А кто не понимает, заставить. И для этого у вас предостаточно полномочий. Я никогда вас не накажу за то, что вы излишне требовательны к своим подчиненным и к людям. Только по-человечески. Не издеваясь над людьми. Еще раз подчеркиваю. Требования будут только нарастать. Ничего особого и ничего экстравагантного из ряда вон выходящего вы от меня не видели за эти годы. Я как работал, такой стиль я и сохранил до сих пор. Я знаю, что такое корова, скотина. Я знаю, что такое порядок в городе или на селе. Поэтому я и требую с вас, зная все это. И я никогда не смирю, чтобы в моей стране был бардак, тем более на моих глазах. Вы это должны четко представлять. И коль вы пошли в вертикаль власти, вы должны это понимать. У нас можно работать. Никто над вами не давлеет. Никакие бандиты, жулики вас не разводят. Никто вам не угрожает. Пусть только попробуют. Ну так организовывайте и действуйте. Идите впереди на шаг. Я жду от вас результата. Я не говорю о тех политических событиях и так далее. Я уже об этом говорил. Я думаю, что еще раз вернемся на каком-то уровне к этому разговору. Но мы должны показать в эти два года, кто в доме хозяин.